В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. В районном центре культуры и досуга города Видное состоялся финал интеллектуальной авторской игры «Думай, знай, познавай». Игра очень интересная, познавательная. Можно ждать много нового. В жилом комплексе «Эковидное» установили новую хоккейную коробку. Она была возведена по решению и при участии местных жителей. Все будут кататься. Я поддерживаю полностью. Побольше бы таких вещей строили. В Центральной библиотеке члены литературного объединения имени Филиппа Шкулева подвели итоги года. За этот год вышло более десятка коллективных и авторских сборников наших шкулевцев. В районном центре культуры и досуга города Видное состоялся финал интеллектуальной авторской игры «Думай, знай, познавай». К этому событию команды готовились несколько месяцев, ведь на кону звание самых умных школьников Ленинского района. О том, как прошел финал, расскажет наш корреспондент Юлия Погосян. В воздухе витает напряжение. Семь команд финалисты чемпионата интеллектуальной игры «Думай, знай, познавай» борются за звание самых умных школьников Ленинского района. 13 лет назад, когда Кирилл Махров впервые провел эту игру, он и не думал, что спустя годы его авторская идея вызовет такой интерес у подростков и приобретет подобный размах. Художественная литература, география, история – игра затрагивает все классические темы, которые изучают ребята. Это личностное развитие, неплохо знать какие-то небольшие факты из разных областей, поэтому, в принципе, я надеюсь, это мне в будущем поможет. Прежде чем попасть в финал, командам надо было пройти несколько отборочных этапов. Всего 25 игр, по результатам которых суммируются баллы. Уже в полуфинале можно было говорить о лидерах чемпионата. Одни из них – видновская школа номер 5. Это уже сложившаяся традиция для нашей школы. Я лично пришел в нее в шестом классе, сейчас я уже капитан. Всем очень нравится. Это интересно как для болельщиков, так и для игроков. Автор идеи, организатор и ведущий игры Кирилл Махров уверен, успех команды зависит от капитана, в руках которого победа коллектива. Обязательно должен быть настоящий капитан. Без капитана побед не видать. Интуиция, ну и знания. Думай, знай, познавай – игра не только для команд участников. Традиционно в зрительном зале немало болельщиков, которые поддерживают свои школы и вместе с ребятами думают над ответами на заданные ведущим вопросы. Игра очень интересная, познавательная. Можно ждать много нового, командная работа. Спустя несколько часов и огромного количества вопросов определился победитель. Им стала команда школы номер 9. Второе место у пятой школы, а бронзу разделили между собой седьмая и первая видновские школы. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В жилом комплексе «Эковидное» установили новую хоккейную коробку. Она была возведена по решению и при участии местных жителей. Мы побывали на финишном этапе постройки площадки и узнали, действительно так ли уж необходим в этом микрорайоне еще один спортивный объект. Хороша ложка к обеду, а хоккейная площадка к зиме. В жилом комплексе «Эковидное» получать удовольствие от жизни местным жителям сильно мешали неработающие очистные сооружения. Но теперь дышать здесь намного легче, а причин для радости, пусть даже небольших, таких как установка хоккейной коробки, становится больше. Сама площадка у нас получается 20 на 30, это порядка 600 квадратов. Борта у нее пластиковые, 5 миллиметров, ну стандартные. И это спортивная площадка уже по всем ГОСТам. Соответственно, как видите, устанавливаются сетки. Я думаю, за один день мы сегодня все сделаем и уже к вечеру приступим к заливке. Строительство этой хоккейной коробки – типичный пример инициативного бюджетирования, когда в решении о том, куда потратить бюджетные деньги, принимают непосредственное участие жители района. Также и финансировалась постройка площадки из трех бюджетов районного, городского и управляющей компаний. Эта хоккейная коробка сильно отличается от тех, которые доживают свой век еще со времен Советского Союза. Здесь современные материалы, более надежная конструкция, предусмотрена защита зрителей. Кроме того, есть даже огромные ворота, куда пройдет крупная техника, например, для починки покрытия стадиона, ведь он будет эксплуатироваться круглый год. Летом здесь можно будет поиграть в футбол, баскетбол и другие подвижные игры. Отличительная черта новых микрорайонов – плотная застройка. И за ней часто не успевает социальная, спортивная и игровая инфраструктура. А потому неудивительно, что именно такой объект жители посчитали наиболее актуальным. Детишек очень много, разного возраста. Я думаю, что супер актуально, все будут кататься. Я поддерживаю полностью побольше, чтобы таких вещей строили. Морозная погода, установившаяся в Московской области, в данном случае, является хорошей подмогой для строителей. В считанные часы лед здесь замерзнет, и площадку можно будет полноценно эксплуатировать. Прекрасный подарок к Новому году. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. В районном историко-культурном центре прошел необычный урок музыки под названием «От классики до модерна». Для учеников начальных классов 2-й видновской школы выступили юные солистки детского хора Большого театра России. Ребята узнали, чем отличается сопрано от альто, классика от модерна, а классическая гитара от укулеле и гиталеле. Посетила урок и наша съемочная группа. Гостями урока музыки в историко-культурном центре на этот раз стали две талантливые солистки детского хора Большого театра – Полина Губернаторова и Екатерина Кириллова. Полина – наша землячка, ученица видновской школы номер 6 и детской школы искусств. Вторая участница дуэта – ученица зеленоградской дыши «Видном впервые». Девочки исполнили ряд классических произведений, в том числе знаменитую песню Леонарда Коэна «Аллилуйя». Зрители – ученики начальных классов видновской школы номер 2 слушали дуэт «Затаив дыхание». Номера очередовались с интересными рассказами о жанрах, музыкальных инструментах и композиторах. Тема урока «От классики до модерна» раскрылась, когда Полина Губернаторова взяла в руки маленькую гавайскую гитару под названием «Укулеле» и исполнила несколько произведений собственного сочинения. Полина играет на двух разновидностях гитары – четырехструнной «Укулеле» и шестиструнной «Гиталеле». Уже год она сочиняет собственные произведения и сейчас записывает первый альбом. На обычной гитаре я тоже пробовала играть, но это очень сложно, и писать особенно на ней сложно. А маленькая она по сути так же звучит, но только чуть-чуть милее. Мама Полины Ирина Губернаторова во всем поддерживает дочь, хоть и признается, это дается нелегко. Я занимаюсь ее репертуаром, педагогами, концертмейстерами, подбором нарядов, конкурсами, билетами, перелетами. Потому что Полина очень много гастролей, выступлений. В общем, это нагрузка для мамы большая. Своё будущее девочки намерены связать с музыкой и сценой. И ради этого готовы много трудиться каждый день. Есть песни, которые у нас идут вот сразу, то есть получаются. А есть песни, над которыми нужно работать месяц, может даже больше. Сейчас Полина и Катя готовятся к выступлению на Рождественском балу во Франции, в одном из замков Тулузы. Мы разучиваем программу, повторяем, а там уже другой будет концертмейстер. У них будет сложная задача, потому что спец с концертмейстером тоже очень важно. И концертмейстер должен почувствовать девочек, и они его должны почувствовать. Проект «Детское время» действует в историко-культурном центре уже четвертый год. Организаторы уверяют, подобные творческие встречи с юными и уже состоявшимися музыкантами, вокалистами и поэтами необходимы школьникам. Ведь путь любого состоявшегося творца когда-то начался именно с такой вот встречи с прекрасным. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Видное ТВ. В Центральной библиотеке члены литературного объединения имени Филиппа Шкулева подвели итоги года. По этому случаю поэты вместо привычного заседания организовали творческий вечер. Они прочитали свои стихи и вспомнили достижения уходящего года. На концерте побывал наш корреспондент Арсений Рогозянский. На концерте самобытные поэты всех возрастов выступали со своими лучшими произведениями, часть которых была опубликована в различных альманахах и сборниках. Некоторые поэты в 2018 году стали лауреатами областных конкурсов. По мнению председателя литературного объединения имени Шкулева Алексея Павловича Зименкова год выдался успешным и плодотворным. За этот год вышло более десятка коллективных и авторских сборников наших шкулевцев. В этом году два члена нашего литературного объединения стало дипломантами губернаторских литературных премий имени Рождественского и имени Пришвина. Лауреат областных всероссийских и даже международного поэтических конкурсов Анна Косенкова начала посещать литературные студии с 8 лет. До кружка «Акцент», который существует при объединении имени Шкулева, она посещала мастерскую слова в Видновской гимназии. На данный момент поэтессе всего 14 лет. По мнению руководителей, девочка очень талантлива. Она творит в японском жанре хайку, который, по собственному признанию, открыла для себя случайно. У меня был альбом с рисунками, и под одним из рисунков я сделала подпись. А позже выяснилось, что это хайку. Об этом мне рассказал ли мои руководители Лодина Огалина Трофимовна и Зименков Алексей Павлович. Молодых авторов в литературном объединении становится все больше. Однако в поэтическом творчестве понятия смены поколений вовсе не существует. Потому что трудиться в нем можно в любом возрасте и в любом направлении. Внучка у меня вчера спросила Это радость к мурае ненастье Та, что прибавляет жизни силы Большим событием для авторов в этом году стало открытие двух литературных объединений в поселках Развилка и Горки Ленинские. В следующем году поэты Видновского края смогут прибавить еще больше своих работ в копилку творческих успехов Ленинского района. Арсений Аргазянский, Сергей Ларин, Видное ТВ Сразу две игры в рамках первенства Московской области по баскетболу прошли в один день во дворце спорта «Видное». Сначала за победу боролись девушки 2004 года рождения из команды «Спарта-НК». Они выиграли у соперниц из «Матищ» с сокрушительным счетом 109-4. А следом за ними на поле вышли ребята 2007 года рождения. О том, как прошла встреча Видновского «Спартака» и команды «Солнечногорск-Одинцова» расскажем в нашем сюжете. Чего-чего, а атак в этой игре было предостаточно. Не все, конечно, заканчивались забрасыванием в корзину, но точным броскам эти мальчишки только учатся. В перерывах короткий разбор полетов. Вот каждый из вас, проиграв в дистанцию, получил уже забитый мяч. Да, абсолютно. Для каждого из этих мальчишек тренер – царь и бог. Его авторитет придает ребятам сил и помогает справляться с поставленными задачами. Также результат зависит и от капитана команды. Я должен завести ребят, чтобы было желание играть, чтобы хотелось играть, чтобы был результат. Немалую роль играют и болельщики, особенно если это друзья или близкие. Родители Максима Гребенюка стараются не пропускать важные в жизни сына соревнования. Ребята растут, вот сейчас идут на равных. А так вот приходит Тимур Маратович, видно рост технический, и все, команда у них хорошая очень. Спортсмены команды «Спартак» младше соперников на год. По мнению тренера, это хороший опыт. У нас команда экспериментальная, это команда юноши 2007 года рождения. Сегодня мы играем по возрасту старше для приобретения игрового опыта для предыдущих, ну последующих соревнований на первенство России. И ребят просто, грубо говоря, обыгрываем, обыгрываем для получения опыта. Несколько слов о соперниках. Одинцовский баскетбольный клуб был образован пять лет назад. В первенстве Московской области этого года сыграно уже пять игр. Пока мы идем без поражений, как бы цель, конечно, занять первое место первенство Московской области, чтобы дальше пройти, дает выход на отборочные российские соревнования. О том, какие команды станут победителями первенства, пока судить рано. Каждый стремится к победе. Эта игра хоть и завершилась поражением видновского «Спартака» со счетом 45-61, наши мальчишки сделают все, чтобы выйти в финал. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» в рамках 50-й «Спартакиада» учащихся прошли соревнования «Веселые старты». В состязаниях приняли участие ученики 3-х и 4-х классов из большинства школ нашего муниципалитета. Екатерина Коваленко понаблюдала за юными, ловкими и быстрыми ребятами. Веселые старты, а также зажигательные и азартные, яркие и захватывающие. Соревнования, проходящие в рамках 50-й «Спартакиады», призваны привить школьникам любовь к спорту, укрепить их боевой дух и научить работать в команде. Наблюдать за участниками состязаний – одно удовольствие. Ну а сами ребята, без преувеличения, ждут старты целый год. В соревновании принимает участие 19 команд со всего нашего района, из поселений и, соответственно, около 300 участников. Команды формируются 6 девочек, 6 мальчиков, и два запасных, соответственно, одна девочка, один мальчик. Из наиболее сильных ребят 3-х, 4-х классов. Правила здесь достаточно просты. Во всех пяти конкурсах нужно максимально быстро и точно выполнить поставленные задачи и передать другому игроку эстафетную палочку. Сила, ловкость, смекалка – вот главные составляющие успеха. Чтобы стать обладателями заветных кубков и наград, большинство ребят усиленно готовились. Так Даниэла Филькина из Молоковской школы почти целый месяц провела в режиме серьезных спортивных тренировок. Во-первых, мы ходили на нашу физкультуру, которую вел наш учитель. Потом мы ходили на тренировки. Наверное, 2-3 недели практически каждый день тренировались. Разные эстафеты делали, прыгали на мячах, пытались правильно сделать видение и быстро. Ну, это было интересно, и мы надеемся на победу. Хотят победить и ребята из первой бутовской школы. В прошлом году их сплоченная команда стала третьей на веселых стартах. Школьники рассказывают, что важно не только показать отличную физическую подготовку, но и умело взаимодействовать друг с другом. У нас довольно нормальная команда, ну, из мальчиков. Есть девочки, которые хорошо играют. Я рад быть в такой команде. Здесь самое главное – это участие и дружба. Мне здесь все очень нравится, потому что здесь очень весело. По результатам соревнований обладателями почетного первого места стали ученики Володарской средней школы. Екатерина Коваренко, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Винное ТВ. И в заключение выпуска традиционно о погоде. Синоптики предсказывают, что завтра, 21 декабря, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться снег. Температура будет держаться на отметке 8 градусов ниже нуля. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова